2021 год. Особый и очень значимый для белорусского общества Красного Креста. Ведь 6 сентября крупнейшей благотворительной организации страны исполнилось 100 лет. Члены общества работают во всех, даже самых удаленных уголках нашей страны. В состав организации входят 158 районных, городских, узловых организаций и более 8 тысяч первичных. Год за годом растет волонтерское сообщество. Поколения активистов сменяются, неизменным остаются цели общества. Во имя добра защищать и улучшать жизни уязвимых лиц, мобилизируя гуманитарный потенциал и гарантируя уважение к личности. В нашем городе проводилось большое количество мероприятий, приуроченных к юбилею Красного Креста. А завершающим событием празднования стало торжественное открытие нового и очень доброго брестского арт-объекта – скамейки Милосердия на улице Набережной. Нам очень приятно, что в создании этой скамейки принял, наверное, весь коллектив, в основном, Белорусское общество Красного Креста в нашей области. Потому что мы согласовывали это и с инвалидами, и колясочниками, для того, чтобы появился новый объект для тех людей, которые, наверное, должны получать постоянно внимание от общества. Ну и в том числе такой организации, как Красный Крест, которая всегда занималась тем, что помогало людям. Наверное, вот эти параллели и послужили тем, что мы создали данный объект. То, что Александр Чумаков согласился сделать его, сделать действительно на таком хорошем уровне, нам очень приятно. Но самое важное, чтобы он был воспринят тем обществом, которым оно предназначено, это люди с ограниченными возможностями. Принцип гуманизма должен определять мировоззрение человека 21 века. И очень приятно, что Белорусская организация Красного Креста выносит свой огромный вклад в дело утверждения этого принципа в сердцах и умах людей. Гуманизм, человеколюбие – это то, чего так не хватает. И это то, о чем будут постоянно напоминать – это скамья. Поэтому огромное спасибо Красному Кресту за этот подарок городу. Как здорово и важно, что ряды волонтеров пополняются ежегодно новыми, неравнодушными к проблемам других людей лицами, в том числе и творческими. Волонтером Красного Креста является брестский скульптор и кузнец Александр Чумаков, известный горожанам как создатель части композиции «Аллей фонарей». Именно он безвозмездно изготовил, вкладывая часть из своей души скамью милосердия. Это важно для нас. Мы, как единички этого общества, мы будем тоже жить. У нас, наверное, есть внутри потребность помогать тем, кто в этом нуждается. И эту потребность нужно реализовывать. Кому-то не хватает адреналина, он прыгает с парашютов, ныряет в глубины и что-то еще делает. А нам нужно, есть внутренняя потребность. Вот таких, как Александр Чумаков, простых, бескорыстных и делающих добро людей в нашем городе и области очень много. Это большое счастье. Праздничные мероприятия продолжились в Брестском областном краеведческом музее, который объединил людей, имеющих прямое отношение к благотворительной организации. Достойнейший из достойных сотрудников региональных организаций Красного Креста Брестской области наградили в этот день почетными грамотами. Для них была подготовлена выставка детских рисунков «Красный крест. Я вижу добро» и подборка тематической литературы. Также в этот день состоялась презентация книги «Шаг в новое столетие». В Белорусском обществе Красного Креста в основном работают волонтеры. Это люди, которые с душой пришли к этой организации и, наверное, то доброе дело, которое они делают, они делают от души. Мы должны сказать о том, что сама организация – это не для равнодушных людей. И, наверное, вот таким путем мы будем дальше идти, создавать некие интересные моменты, внедрять некие новые формы работы. Но основная цель – все-таки приходить на помощь людям. Среди награжденных была женщина, сделавшая очень много для нуждающихся в помощи жителей нашего города, много для Брестской городской организации Белорусского общества «Красного креста» Нина Владимировна Саваневская, ее председатель. Она на стороне добра, мира и, главное, людей уже очень давно – более трех десятков лет. Помощь людям не просто ее работа, это образ ее жизни. За время моей работы многое менялось в «Красном кресте», но никогда не менялись наши цели и задачи Белорусского общества «Красного креста». От задачи нашей и цели – это оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также охрана здоровья и жизни человека. Мы стараемся всегда помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Любой, кто нуждается в помощи, может прийти в «Красный крест», и мы поможем, если по возможности. Если нематериально, то хотя бы психологическая поддержка. Это наша задача, наша работа, ежедневная наша работа. Это действительно часть моей жизни. И вот помощь людям, я когда слышу слова благодарности, мне это очень приятно. И поэтому я, в общем-то, я люблю помогать людям. Меня всегда волнует их судьба. Мир будет жив до тех пор, пока остаются люди, которые дарят добро другим. Делают это по воле сердца, а не потому, что так надо. Делают, потому что просто не могут не делать. Бытует мнение, что каждое новое поколение не то. Очень уж оно отличается от предыдущих. Совсем непонятное, но это заблуждение. Это доказывают молодые ребята, вступающие в ряды волонтеров Белорусского общества «Красного креста». Они его главное продолжение. Они надежда на доброе, светлое будущее.